В магнитогорской столе чаще выявляет туберкулез. Среди носителей опасной микробактерии почти половина людей запущенной формы болезни. В чем причина увеличения количества зараженных, расскажет Ксения Перчаткина. Здесь процесс уже запущенный многолетний. То есть этот человек обратился за помощью, когда уже почувствовал себя совсем плохо. На ранних стадиях он выявлен не был, потому что не проходил профилактическое флюорографическое обследование. И таких случаев в городе все больше. С начала года туберкулез был выявлен у 170 магнитогорцев. Почти половина из них обратились к врачам уже с тяжелой формой болезни. С одной стороны, это показатель того, что мы хорошо смотрим с профилактической целью и стали больше выявлять. Но нас пугает то обстоятельство, что среди всех вновь выявленных больных, во-первых, 30% это люди с ВИЧ-инфекцией. Это значит, что в связи с ростом ВИЧ-инфекции в городе число больных туберкулезом будет возрастать. Выявить тех, кто является носителем опасной микобактерии, так сейчас называют палочку Коха, теперь магнитогорские врачи могут гораздо быстрее. Результаты обследования будут готовы через два часа. Раньше, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, требовалось четыре месяца. Новый аппарат для диагностики помогает подобрать лечение. Одновременно он позволяет определить устойчивость к одному из основных антибиотиков, которыми лечат наших больных, это рефампицин. То есть, получая результат, уже врач знает, какими препаратами надо лечить больного, а какими нет. Обновили не только часть оборудования, но и само здание поликлиники. Город и областное министерство выделили 2,5 миллиона рублей. Средства пошли на заливку полов, установку новых дверей, ремонт в коридорах и реконструкцию фасада. Записаться на прием к врачу можно, минуя регистратуру, через интернет. А чтобы и вовсе минимизировать риски заражения туберкулезом, надо каждый год проходить флюорографическое обследование. Здание туберкулезной поликлиники открывали в 1949 году. И спустя практически 70 лет здесь приступили к капитальному ремонту. Фасад уже практически готов, работы будут принимать в середине сентября. А вот соседнее здание дневного стационара ждет своей очереди. Но специалисты уверяют, что этой осенью оно тоже преобразится. Ксения Перчаткина, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН.